дорогие друзья большой привет из одессы блюдо сегодняшнего дня как и многие мои блюда имеют свою маленькую но красивую историю как-то пару недель назад мы с дочкой родили по рынку привоз делали покупку у нас говорят делали базар и проходили ряд мы его называем грузинский ряд там торгуют люди с такими большими большими уважаемыми носами и продавали там чурчхелу и . прицепилась хочу чурчхелу и все хочу где-то лет 10 назад мне знакомые дали попробовать как ее делать в грузии настоящую и потом после этого я как-то на привозе купил ну как говорится небо и земля по всей видимости туда чуть нету добавляют поэтому и . уже мне три недели просит папа приготовить чурчхелу папа приготовь эту чурчхелу запомнилась первого раза название в общем решила сегодня приготовить чурчхелу дочка пришла забрала со школы пообещал вчера что будут что приготовлю сегодня в общем блюдо сегодняшнего дня называется чурчхела мы с большим удовольствием пристрастием будем ее правильно готовить и чтобы от нас не бежал ни один грецкий орех и виноград попался только отменного качества спешим рассказать первый одесский анекдот как-то в одессе открыли один очень дорогой частный центр и одна бабушка решила прийти полечить себе спину сильно не болела спина позвоночник накопила и что характерно прием стоил 100 долларов накопила у нас 10 пенсий 100 долларов вот наконец-то пришла на прием записалась выставила очередь заходит дорогому доктору травматологом и говорит ой доктор у меня так спина болит уже лет 20 так спина были она разогнитесь разогнулась так болит о так очень сильно болеть очень сильно она стантирована болит да еще очень сильно болит она чуть согнитесь болит болит но уже меньше а еще чуть согнитесь бабушка сгибается уже в 33 погибели еще немножко болит а ну еще согнитесь бабушка спиной и туловищем делает буква г говорит а вот так не болит вот так и ходить и для приготовления грузинской сладости черщила нам понадобится 3 килограмма спелого сладкого винограда 200 грамм чищеный грецких орехов 200 грамм пшеничной муки высшего сорта а также 100 грамм сахара и мы сегодня таки научимся как правильно готовить чертеж его начнем а начнем с королевы этого блюда со сладкого спелого классно винограда все что нужно сделать сделать так что виноград был чистым с этой целью он берем полка струли воды перекладывание виноград даем настояться где-то около 10-15 минут а потом после этого течение пяти минут под проточной водой нужно его хорошо помыть то есть от пыли от яда химикатов выдержали виноград 15 минут в воде каждую громкую промыли под проточной водой что дело дальше грузины грузин принято виноград давить давить руками а мы что хуже грузин приступаем друзья из полностью давим виноград на руками перемалываем разуме съедобная часть будет отделяться от винограда такой берем виноград все зависит от того какого цвета вы любите черчхелу если вы любите черчхелу зеленого желтого цвета тогда берите светлые сорта винограда если вы любите черчхелу красного цвета тогда берите красный сок был конечном итоге цвет черчхелы будто пословим тем как виноград вы взяли закончили выдавить виноград но что вам сказать процедура не очень лицеприятна но для блюда очень полезно берем еще такую же кастрюлю берем металлическую сетку которого не пропускала косточки винограда и все остальное несъедобную часть тщательно нам нужно перетереть чем больше выдавим тем гораздо вкуснее насыщение нас получше черчелова не рекомендую делать соковыжималка почему соковыжималка вам оставят один сок вся густая часть уйдет за ненадобностью она нужно и жидкая часть и густая часть сока можно потратить 12-15 минут у нас таки все получилось из 3 килограмм винограда должно получиться около двух литров виноградного сока мы кладем виноградный сок на плиту доводим до кипения и вот потом начинается самое интересное а вот закипает виноградный сок собираем первую пену собираем первый шум самый вред самый нехороший всего виноградный сок нужно варить на маленьком на тихом тихом огне около 2 с половиной часов и каждые 10-15 минут деревянной ложкой нужно помешивать и когда есть необходимость периодически собирать шум в течение первого часа мы ничего не добавляем просто на тихом огне без крышки аккуратно но уверенно вывариваем виноградный сок через час увидимся а следующая на очереди грецкие орехи чаще всего грецкие орехи вы видите такими на рынке уже чищенными я все открыть рекомендую взять грецкие орехи нечищены вот такие почему пока орех находится в скорлупе находится под защитой от болезненных бактерий микробов и так далее а когда он уже чищены есть нам полежит долго цареет но собственно он такой имеет грибковый привкус потом орехи лучше брать в скорлупе нужно обязательно их подготовить для того чтобы не черчили себя прекрасно чувствовали не портились как это делать нагревается духовку за 200 градусов выключается в противень и берутся нужное количество грецких орехов скорлупе закидываются в духовку и полчаса остывая если вы уже купили грецкие орехи готовы тогда пять минут на среднем огне на сковородке без масла просто их нужно присушить ни в коем случае не жарить именно присушить ну что мысли мы прожарим они за сухие и дальше будет непригодна будут ломаться при приготовлении черчелы дальше дальше мы будем нанизывать гирлянды нанизывать бусы бусины буду нанизывать на нитку только в качестве бусин у нас сегодня будут грецкие орехи иголку видите так где она вот иголка с ниткой кстати не должна быть крепко чтобы она могла выдержать ну примерно где-то 300 400 грамм черчелы на втором конце нитки мы берем любую палочку желает на чистую прикручиваем до что она очень хорошо была прикручена продеваем нитку в иголку и учерщила должна быть примерно 30 35 сантиметров дальше больше видите грецкий орех у меня кстати руки они не грязные грецких орехов вот берем грецкий орех и на самую нижнюю часть нанизываем которую кусочек побольше вот как бусинки как бусинки первое провели вообще в оригинале если следует тому что делают тому что делают грузины лучше брать конечно вот если мы возьмем если грецкий орех он представляет из себя да кстати немножко похож на головномозг если это полный грецкий орех грузины берут половину ну ничего щела такая большая поэтому я все-таки рекомендую брать вот если взять целый орех взять все-таки четвертую часть и продеваем четвертую часть пока мы это делаем подумайте уже обязательно тем собственно где мы сушить моем черчхелу орехи складываем один за другим как бусинки все с это вязка закончили как грибочки да красота вышло ровно 5 вязочек 200 грамм чищены грецких орехов 5 вязок уже полтора раза виноградный сок упарился а дальше будем готовить потом татар это вязкая вязкая часть которая нанизывается на вязки с орехами в общем вы сейчас все поймете из этого вываренного сока нам понадобится примерно 150 миллилитров выкладывал холодную комнату он должен охладиться где-то 40 градусов помните 100 грамм сахара куда же без него по 20-30 грамм добавляем хорошо перемешиваем это сахар хорошо растворить течение следующего часа на с интервалов 10 минут добавляем по 20 грамм сахара а теперь для татары готовим загустите можно выдают разными способами самый простой способ сейчас передам берем 200 грамм пшеничной муки делаем небольшое углубление выливаем 150 миллилитров загущенного виноградного сока вымешиваем загуститель для татары такое полужидкое тесто у нас получается с таким красноватым оттенком хорошо растираем около пяти минут чтобы не было комочков даем настояться где-то 15 минут и загуститель будет таки готовы нас снова растираем видите тесто уже стало более податливая комочков я не вижу по крайней мере визуально все загуститель готов чтобы не образовывалось комочков жидкую часть татары мы охлаждаем до температуры 45 градусов и заливаем нее загуститель быстренько все перемешиваем ставим на тихий кладем на плиту на тихий огонь доводим до кипения и варим еще все вместе постоянно помешивая для профилактики пригорания еще 10-15 минут будем делать красиво обещал сделать красиво смотрите прежде чем мы приступим финальному к самому красивому аккорду нам нужно приготовить место подберем крючочки я взял скрепки принципе все что угодно можно взять и поставить под будущую черчхелу нужно против любую широкую неглубокую емкость для простоты я еще застелил пергаментной бумагой вот собственно это будет рабочее место где от 5 до 10 дней будет подсыхать черчхела до того состояния когда на ощупь она не будет прилипать рукам и так друзья момент истины будем делать красиво видите с одной стороны у нас дощечка другой стороны я сделал вот такой красивый узелок дальше мы погружаем лопаткой погружаем ореховые вязки как грибочки будущее черчхела мы и подвешиваем на 5-10 минут не обмазать всю кухню конечно мы это дело с помощью тарелки берем следующую вязку и пока мы окунаем вязки орехов тартару я вам расскажу еще один классный одесский анекдот роза марковна так любила и так берегла своего мужа что все время пользовалась чужими даем повисеть и охладиться где-то 5-7 минут и делаем все потом по второму кругу татару владим на водяную баню она не должна охлаждаться иначе она загустеет дальше нас ничего не получится не доводя до кипения кстати та часть которая стекает у нас же везде чистая посуда мы обратно добавляем в общее количество эти второй раз более густа третий раз вообще будет очень густая и так по кругу все пять вязок смотрите какой классная вещь придумал конечно в идеале лучше тушить на солнце либо если сверюки на балконе до проветриваем помещению у меня квартира сухая поэтому в сухой квартире за пять шесть дней я думаю самый раз вот сейчас прошли первые сутки обратите внимание конечно вот она еще конечно липкая но эти палец пальцу не предстоит как нужно правильно хранить черчхелу черчхелу заворачиваем пищевой бумагой затем кладем площадь на бумажную сумку или марлю и подвешиваем сухом проветриваем помещение в такой виде черчхела может храниться двух до трех месяцев мои любимые телезрители грузинская черчхела с одесским акцентом находится перед нами ну что вам сказать получилось все здорово уже даже одно ответа ли очень понравилось она конечно в 22 с полно раза тоньше чем оригинальная черчхела зато очень легко можно кушать и получать это море и море удовольствия дорогие друзья когда вы отведаете черчхела нам понравится обязательно сделайте так чтобы каждый ваш друг знакомый смогли приготовить покушать получить удовольствие и передать классный рецепт дальше ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни всего самого хорошего всех влах